Доброго времени суток, дорогие рукодельницы! В данном видео уроке будет продемонстрирован процесс вязания крючком таких снежинок. Схема снежинок одинакова. Эта снежинка выполнена крючком номер один и тонкой пряжей, а эта снежинка выполнена крючком номер два и более плотной пряжей. Берите крючок, пряжу и провяжем с вами такую снежинку. Берем пряжу, завязываем узелок и набираем цепочку из шести воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Замыкаем цепочку в круг, вводим крючок в первую воздушную петлю, захватываем нить и протягиваем. Делаем одну воздушную петлю подъема, затем первый круговой ряд провязываем 12 столбиков без накида. Крючок вводим в центр круга. Раз, два, три. Таким образом 12 столбиков без накида провязано. Теперь первый круговой ряд нужно соединить. Соединили. Второй круговой ряд. Делаем две воздушные петли подъема, они будут иментировать один столбик с накидом. Затем провязываем в следующую петельку один столбик с накидом. Накид и столбик провязываем. Три воздушные петли. Раз, два, три. Затем повторяем два столбика с одним накидом, три воздушные петли. Накид, не пропуская за следующую петельку. Один столбик с одним накидом, два столбика с одним накидом, три воздушные петли. Раз, два, три. Накид и также в следующую. Таким образом выполняем второй круговой ряд. Вязание второго кругового ряда выполнено. Осталось только соединить ряд. Далее вяжем третий круговой ряд. Три воздушные петли подъема, которые будут выполнять функцию одного столбика с накидом. Затем делаем одну воздушную петлю. Один столбик с накидом. Затем три воздушные петли. Один столбик с накидом. Далее вяжем третий круговый ряд. Между столбиками с накидом. Одна воздушная петля. Накид. Столбик с накидом. Затем три воздушные петли. И повторяем по кругу чередование. Столбик с накидом. Одна воздушная петля. Столбик с накидом. Три воздушные петли. И таким образом выполняем третий круговой ряд. Третий круговой ряд провязан. И ряд нужно соединить. Соединять как следует. Это столбик с накидом. Это воздушная петля между... И в общем сюда. Столбик с накидом. Воздушная. И вот в эту воздушную вводим крючок. Ряд соединили. Затем провязываем четвертый круговой ряд. Делаем две воздушные петли подъема. Затем накид. Крючок вводим в маленькую арочку. Захватываем нить. И провязываем один столбик с накидом. Затем делаем три воздушные петли. Раз, два, три. Крючок вводим в первую воздушную петлю. Соединяем. Затем делаем пять воздушных петель. Раз, два, три. Четыре, пять. Делаем накид. Крючок вводим. Можно вводить в арку, а я буду вводить, где столбик с одним накидом. Сюда. Так, два накида надо сделать два. Крючок вводим. Провязываем один накид. Провязываем второй накид. Сам столбик не провязываем. Еще два накида. И сюда же второй столбик с двумя накидами. Провязываем один накид. Провязываем второй накид. И только теперь провязываем три петельки, которые у нас на крючке. Таким образом мы сделали два столбика с двумя накидами в одном месте и вместе. Таким же образом нужно повторить сюда, в эту сторону, два накида. За этот столбик. Накид провязываем, второй накид провязываем. Два накида. Провязываем накид, провязываем накид. А теперь провязываем два столбика вместе. Делаем три воздушные петли. Раз, два, три. Крючок вводим в первую воздушную петлю. Протягиваем нить. Делаем пять воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять. Затем провязываем в эту арочку два столбика с одним накидом. Вместе причем. Накид провязываем. Столбик не провязываем. Накид. Накид провязали. А теперь провязываем два столбика вместе. Три воздушные петли. Три. Крючок вводим в первую. И протягиваем. Таким образом выполняем вязание четвертого кругового ряда. То есть чередуем. Вначале в одну арку два столбика с одним накидом вместе. Затем делаем цепочку из пяти воздушных петель. Провязываем два столбика с двумя накидами из одного места вместе. Один раз и затем в другую сторону. Два столбика с одним накидом вместе. Из одного места. Делаем три воздушные петли вместе. И опять соединительные крайние пять воздушных петель. Выполняем вязание четвертого кругового ряда полностью. Не запутались. Я еще сейчас покажу. Два накида. Крючок вводим. Провязываем один накид. Провязываем второй накид. Два накида. Провязываем один накид. Провязываем второй накид. Только теперь провязываем эти два столбика вместе. Затем делаем два накида. И теперь переходим к следующим столбикам. Один накид. Второй накид. Два накида. Один накид. Второй накид. Два столбика вместе. Провязываем три воздушные петли. Соедините их. Затем пять воздушных петель. И смысл в чем? Смысл в том, что в эти столбики вот мы видим провязывается два столбика с одним накидом и дважды провязываются с этой стороны два столбика с двумя накидами из одного места вместе и также два столбика с двумя накидами из одного места вместе выполняем четвертый круговой ряд полностью. Завершаем вязание четвертого кругового ряда. Пять воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять. Два накида. Провязываем один накид, провязываем второй накид. Провязываем один накид, второй. Теперь два столбика вместе. Два накида в эту сторону крючок ввели, провязываем один накид, провязываем второй накид. Два накида, один накид, второй накид. И теперь два столбика вместе. 3 воздушные петли. Крючок вводим в первую нить. Протягиваем. 5 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять. Вязание четвертого кругового ряда выполнено. И ряд замкнуть. Еще одну петельку протягиваем. И нить можно обрезать. Вот такая снежинка получилась плотной пряжей. И точно такая же схема, более мелкой пряжей, тонкой. И так пишите свои комментарии, ставьте класс, делитесь этим видео, подписывайтесь на мой видео канал на YouTube, вступайте в группу в Одноклассниках, вяжите с удовольствием и, конечно же, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok